Приветствую вас, и поскольку вопросы вы не задавали, то рекомендую вам сделать следующее. Первое, это то, что вы поступили совершенно правильно. То есть, молодой человек не имеет права навязывать вам общение, тем более, если она так себя ведет. Другое дело, что отдельного внимания заслуживает то, хотите ли вы быть с ним, молодым человеком. Если да, то безусловно и его маму вам предстоит как-то принимать, его маму вам предстоит как-то терпеть и как-то адаптироваться к ее наличию, к ее существованию. Для начала вы не пишете вот в своем письме о том, как молодой человек относится вообще ко всему этому. Но думаю, что если вы со всей важностью донесете до него, что ситуация немножко абсурдная, то он сделает какие-то выводы и ограничивает маму от воздействуя на вас, как на пару. Дальше. Его мама заботится о своем сыне и заботу эту проявляет так, как понимает она. Также она действует в соответствии со своими представлениями о том, как ее должны поддерживать дети после того, как они, ну вот в данном случае ее сын начал встречаться к вам. Она действует из своих представлений и эти представления вам не изменить никак. Как бы сильно вы этого не хотели, эти представления изменить у вас, ну не получится, к сожалению. Просто потому что такая вот она женщина. И думаю здесь нужно придерживаться такого нейтрального поведения, согласно которому вы просто избегаете взаимодействия с мамой молодого человека, потому что она вам не нравится, вы просто встречаетесь с мужчиной, а не с его мамой, и совершенно не должны и не обязаны с ней видеться. Нейтралитет это единственное, что вы можете сделать. Ну а молодой человек, если он вас любит, если он вами дорожит, он примет во внимание вашу позицию и постарается на эту позицию ориентироваться. Если же он продолжит вести себя в таком же ключе, что и ранее, никак не ориентируется на ваше желание, то тут можно говорить о его безразличии к вам и, соответственно, постановке вопроса о перспективе дальнейших отношений. Потому что чем ближе вы будете вместе, тем больше времени вы будете проводить вместе, тем больше будет влияние на вас, его мамы и ситуация будет ухудшаться. То есть здесь вам нужно думать о себе, о защите своих интересов. Если этого не делает молодой человек, то нужно сделать вам. В противном случае вы не будете получать никакого удовольствия и осложнения от времяпровождения с ним. Потому что всегда будут на фоне еще неприятные ассоциации, какие-то неприятные ощущения, может быть даже негатив, недовольство и прочее. Чтобы этого всего избежать, нужно делать так, как я сказал обычно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остальных, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен.